Конечно, можно назвать классицизм художественным стилем или направлением в культуре и искусстве, но, по сути, это целая эпоха длиной в 200 лет с 17 по 19 века. Нельзя недооценивать влияние классицизма на искусство. В свое время, появившись на благодатной почве возрождения, классицизм явился фундаментом академического знания. Итальянское искусство, воздающее дань наследию античности, привлекало все больше иностранцев, которые хотели проникнуться вновь обретенным знанием. Так Никола Пуссен, французский мастер, холодно и аналитически подходящий к живописи, привез ко двору новый стиль, который стал каноническим для многих поколений академизма. Система эстетических требований и теоретических доктрин оказалась отличным регламентом для Королевской академии, основанной в 17 веке в Париже. Именно классицизм становится столпом для любой изобразительности. Кроме того, точеный стиль Пуссена полюбился Версальскому двору, так что в течение долгих лет именно это направление было выбрано для придворных живописцев. С развитием барокко и рококо многие заказчики все же склонились в сторону пышности светских портретов, однако Королевский двор был непреклонен. Даже Наполеон избрал поздний классицизм в качестве имперского стиля, позднее названного ампиром. Характерной чертой живописи этого направления является приверженность строгим канонам. Здесь и выверенная композиция, и идеально подобранная, но сдержанная палитра цвета. Во многом классицизм можно назвать наследником возрождения. Он возводит человека в абсолют, а личность – высшую ценность бытия. Здесь церковное влияние начинает уступать место методичному разуму. Однако к XIX веку живопись классицизма превращается в сдерживающий фактор для развития искусства. Академия отказывается принимать новые веяния в искусстве, наотрез исключая революционных художников из своих рядов и запрещая их работы к показам салона. Тем не менее классицизм и по сей день жив и здоров в основах и канонах реалистичной живописи, которую по-прежнему преподают в художественных академиях и школах. А зайдя в любой крупный музей, вы наткнетесь на этажи галереи, богато оформленных шедевром последователей этого направления. От Карла Брюлова до Жанна Доминика Энгра.